Всем привет! С вами снова Bassett. И сегодня, как всегда, мы будем разбирать наши любимые реплеи и учиться на наших ошибках. Давайте сгенерируем несколько чисел. Это у нас 19.10. И открываем папку, смотрим. У нас тут, ребят, уже скопилось их столько, 36 штук. 19.10 мы запомнили. Давайте открываем. Это значит ТВТ. И у нас получается ТВЗ. Ну, давайте начнем с коротенькой. Как-то это быстренько. Золото у нас попалось. ЗВТ. Думаю, мне эту репку прислал ЗЕРК, если я не ошибаюсь. Не все, к сожалению, пишут про ники, поэтому не всегда мне удается все-таки отследить. Наверное, надо ввести правило, чтобы люди все-таки именовали реплеи своим ником. Да, мне так будет проще сортировать. Ну, и давайте начинается у нас здесь игра. Здесь у нас появляется ЗЕРК. Его оппонент Теран. И ЗЕРК у нас начинает явно с прокси-хаты. Так, это интересно. Ну, по-блаевски, да, это, наверное, по-любому смотрел этого игрока. Но сразу хочу сказать, что для прокси-хаты лучше, естественно, делать 17 дронов. Да, то есть на 17 лимите ее ставить, потому что если вы ее сильно задерживаете, у вас также сильно сдвигаются все тайминги. И как-то вот этот ЗЕРК уже перебирает с количеством дронов. Да, это не совсем правильно. Ну, что касается здесь действий, то все вполне логично. Но, ребят, каждый раз, когда вы завариваете вот так вот газ, вы абсолютно точно прямым текстом просто кричите Терану, что вы что-то задумали серьезное. Ну, потому что Терану газ до второй минуты особо не нужен. И, скорее всего, если вы вот таким дроном, который у вас должен добывать минералы, вы отправляете его залезть в вот эту урановую шахту, вы либо садист, и вам дрона не жалко, либо же вы просто действительно планируете какую-то атаку в скором времени. Да, ну, по крайней мере, у большинства игроков такая логика всегда будет присутствовать, особенно на уровне игры повыше. Да, поэтому газ лучше заварить попозже, лучше заварить газ, когда вы помикрите КСМ, рабом, побьете его КСМ-ку здесь, да, попинаете ее там, и потом, когда вы уже, собственно, потеряете часть ХП, вы типа заварились в газ и просто раздражаете Терана, да, и пытаетесь продолжить разведку. Вот это имеет логику. Потому что в противном случае Теран, естественно, понимает, что что-то тут не так, он не строит СЦ, он просто идет и играет в факторку. Дальше, дома здесь у нас, ну, сразу скажу, что любые прокси-действия, они всегда должны сопровождаться Роучвордом, Роучворд можно строить сразу после пула, здесь, конечно, небольшая ошибка с тем, что он не был заказан сразу, это не совсем правильно, конечно, это приоритет, прежде всего, именно сразу Роучворд сделать, чтобы быстрее этих Роучей сделать, потому что в таких играх у вас счет на минуты, да, на секунды. Ну и Теран, естественно, здесь реагирует очень правильно тем, что он просто переходит в жесткий деф, то есть он добавляет сразу же Тахлабу, все абсолютно правильно. Ну, Зерк здесь зачем-то достроил дрон, но тоже, ребят, если вы идете в какой-то прокси, у вас количество рабочих ограничено, вам так много не надо, то есть вам надо как можно быстрее нанести какой-либо урон. Ну и Теран здесь, по-моему, сразу все это дело прочитал, то есть он, я думаю, по этой газетке он сразу уже понял, что происходит, да, только он не добавил бункер пока и пошел в командный центр сверху. Это со стороны Терана он все делает абсолютно правильно. Зерк же здесь должен был поставить Хату пораньше, да, то есть и... не Хату пораньше, ну да, я имею в виду вот эту Хату пораньше. И сразу же Роучворд. В остальном билд более-менее корректный. Так, ну Марпех здесь сделал разведку, на самом деле тут и так очевидно, что там прокси. И плохо для Терана то, что, во-первых, у него очень близко расположен танк, прямо вот на крае, да, это не супер круто, на самом деле, потому что на такой позиции тут возникает очевидная проблема, что этот танк легко заснайпить. Ну и еще одна проблема для Терана, это то, что он, собственно, должен строить в этой ситуации циклона, а не танк, и то, что еще обязательно, обязательно надо добавлять бункеры. То есть Теран как бы на это не реагирует. Ну и, собственно, не забывайте про то, что на каждую базу у вас есть какой-то лимит построек. Для Терана больше, там, двух бараков, фактурки и завода смысла что-то добавлять нет, у вас просто денег на все это дело не будет. Ну и позиция этого танка тоже достаточно-таки проблемная, потому что, ну, очевидно, что вот на таком ракурсе танк очень легко можно убить, зафокусить, так оно и происходит. То есть танк должен находиться сверху, ну или хотя бы поближе здесь, под прикрытием. Ну и, собственно, дальше тоже очевидная проблема возникает. Подходят ралагеры, танк, фокусятся. И дальше у Терана просто возникают такие жуткие-жуткие проблемы здесь с отбитием. Ну, понятное дело, он тут мало что может сделать. Да, начинает убиваться КСМ-ками. Но, конечно, его тут просто очень-очень мало. Приходит мародер, ну, понятное дело, это ГГ. Ну, ребят, здесь главная, самая типичная ошибка в том, что у Терана в этой ситуации он увидел, что у Зерга нет хаты. Терну не надо спешить с выходом на свою собственную локацию. То есть Терну можно подождать, дождаться баньши, дождаться подкрепления и уже потом принимать какие-то такие более решительные действия. Просто спешить с занятием в нычке нет смысла, потому что с его экономикой у него и так все будет хорошо, да, поэтому это точно была ошибка Терна. Давайте сразу репку эту удалим, чтобы не путаться на будущее. Так, у нас было еще номер 19. Это уже игра побольше, ТВТ. Так. Это уже платина. Лига повыше. Сейчас у нас тут будет война междоусобная. Угу, начинается уже очень интересно, люблю такое. Так. Мне показалось, что сначала пойдет какой-то мини-прокси, но все-таки нет. Окей. Шла разведка. В ТВТ очень важно на старте игры не пропустить какой-либо прокси, и дальше, собственно, у вас уже ситуация будет намного лучше. Очень грамотно здесь красный реагирует и пытается немножко потянуть время. На самом деле, по этой КСМке уже было понятно, что пойдет ЦСХ, а надо было постоять тут подольше, выиграть это время. Вот эта стенка не совсем корректная, потому что будет тяжело поставить пристройку. Да, здесь надо было, наверное, так не делать. Но окей. Итак, первым идет морпех. Тоже я не рекомендую это сделать в ТВТ по понятной причине, да, просто потому что морпех вам разведки не дает, и морпех, соответственно, также проигрывает риперу, да. А, ну вот здесь рипер был, сори. Окей. Ну тогда да, тогда все окей. Значит, от одного-двух морпехов можно построить. Рипер здесь у нас на разведку идет. Угу. Давайте чуть-чуть промотаем. В общем-то, пока оба игрока играют достаточно корректно. То есть здесь, конечно, я не буду особо уделять внимание билдоджерам, потому что это лига, ну, еще не так, где билдоджер прям супер важно соблюдать до секунды. Но все равно, то есть это для каждого тут важно иметь в виду, что чем лучше вы знаете свой билдоджер, тем выше вероятность, что у вас будет лучше тайминги, и вы будете в общество выигрывать чаще намного. Так, техлаба идет. Вот. Вот, на самом деле, SimCity мне красного терна больше нравится, да, потому что у него все как бы стоит в одном месте, у него очень хорошо идут пристройки. Вот это эталон того, как надо отстраиваться за тернов. То есть у вас все идет в один ряд, вам удобно перемещать бараки и все остальное, и, соответственно, все намного эффективнее получается. У синего терна, конечно, здесь небольшая каша получается. Также он не добавляет вовремя рабочих, то есть очень много времени простоя, да, вот эти вот вечные моменты, когда очень долго принимается какое-то решение, или же игрок просто не знает, что ему в этой ситуации делать. Вот он посмотрел куда-то в тень там на правил рипера, хотя это можно сделать по миникарте. Вот он вспомнил про мулов, и причем кинул только одного мула почему-то, второго решил не кидать. Вот он что-то посмотрел, то есть, понимаете, вот ощущение, что вот этот терн, он просто сейчас, вот сейчас вспомнил, что надо, наверное, все-таки разведать прокси, и он, соответственно, эту разведку сделал. Но, ну, как сказать, это как-то бесполезно, да? Немного. Потому что прокси бы уже пришло, и уже были бы очень большие проблемы. Ну, позиция танка тоже самая на самом деле, то есть, разве что только рипера убить. На самом деле, в ТВТ эта позиция большого смысла, наверное, не имеет, потому что все равно все будут нападать в основном на рампу. Ну, дропы, если даже и будут, то, наверное, вот в этот угол, да, вот сюда может быть скорее. Вот, и идет первый медваг. Тоже не совсем понимаю почему, то есть, видно, что у синего терна билдордер сформирован довольно слабо, да, потому что у него вот как-то все более-менее роддомно идет. То есть, вот у него там три морпеха танк. То есть, у красного хотя бы есть вот такая более надежная логика. То есть, вот он все-таки решает идти при этом, я так понимаю, в мех. Но, с другой стороны, зачем ему вторая факта, когда у него два барака, ну окей. То есть, и у него все-таки здесь, из-за того, что у него лучше менеджмент пристроек, у него вот со всем этим обстоит дело лучше. Ну, и вот любимая тема, конечно, в лигах, да, Алмаз. Почему-то, я так понимаю, это из советских времен пошло, да, все очень боятся говорить о своей зарплате. Вот, видимо, в ТВТ это прям вот актуальная тема, я смотрю, потому что это уже, наверное, третий мой разбор, когда какой-то игрок ставит прокси обязательно. Я уже миллион раз про это говорил, но, ребят, такие прокси, они обычно работают только если вы что-то фейкаете, и ваш оппонент при этом совершенно не предполагает, что прокси может быть. Потому что, в противном случае, просто такую базу защищать в три раза тяжелее, чем вот такую базу. Здесь идет хорошая попытка такого дропа. На самом деле, я такие штуки очень люблю. На мой взгляд, это очень эффективный способ не только харасса, но и в целом такое принятие сражений. Вот здесь, правда, ошибка, правда, была небольшая в моменте вот с танком, да, что морпехи очень сильно отдались. Наверное, надо было все-таки дропнуть. Дроп по сути был такой вот хороший, надо было чуть, наверное, подвинуться, чтобы так, чтобы достреливать до газа. Но, в целом, синий термин адекватно отбился. И вот, собственно, ребят, какая вот у нас основная такая проблема в таких моментах. Давайте еще раз вернемся. Вот дроп пошел. Дроп, причем, у нас, ну, был замечен, понятное дело. Ну, смотрите, давайте просто от лица игрока. То есть, эта армия, она не имеет стимпака, но она может нанести какой-то урон. Но, ребят, понимаете, что вот сейчас наш термин заказывается. Да, и начинается вот перемоточка. Посмотрите, сколько времени уделяется тут на микро. То есть, на микро у этого терна ушло очень много времени. То есть, и только вот сейчас, наконец-то, после этого он начинает ресурсы тратить. И обратите внимание на приоритет. Почему приоритет в Старкрафте очень важен? То есть, здесь он ушел медваками, он все тут домикрил до мелочи. Ну, фактически все, что мог, кто сделал. Затем, вместо того, чтобы потратить ресурсы, он начинает, вот этот синий термин, сплетить минки. В этом нет смысла, потому что он только что сражался на мейне с его армией, с армией оппонента. И он точно знает, что оппонент к нему не придет еще в ближайшие секунд 30. То есть, сначала надо логично заказать юнитов, заказать продакшен. И только потом уже заниматься вот этим микроменеджментом, позициями минок и так далее. Вот, ну и, собственно, возвращаемся вот к теме прокси. То есть, здесь какое-то время эта база добывать будет без проблем, потому что она неизвестна. То есть, и сейчас как бы еще не такой тайминг этой третьей базы. А, ну это, конечно, хитро, да, вот пойти в такой экспанс. Ну, это, кстати, это вот какой-то смысл имеет. Но это очень рискованно. Понимаете, в чем дело? Чем выше ваш уровень игры, тем дороже будут вот такие действия. Потому что в хорошем ТВТ у вашего оппонента просто будет больше армии. Соответственно, вам будет намного сложнее с этим справиться. Потому что вы уже инвестировали в одну базу. И вы потратили кучу денег. Ну, еще очень главная ошибка. Это вот то, что у многих тернов очень поздний идет апгрейд на ЦЦ. ЦЦ и апгрейд это то, что он делает в самую первую очередь. Потому что это дает муллов. Муллы у нас суперэффективны. Здесь у нас идет переход в, я так понимаю, в био. Но на самом деле против тернов в ТВТ вообще минки это юнит неэффективный. Лучше их не стройте. Лучше про них забудьте. Добавляйте лучше вместо них танки. И можно добавлять медваки. Соответственно, медваки нужно добавлять. Ну, дропы, ребята, работают не очень хорошо. То есть, на мой взгляд, может быть, с новым патчем, когда арморе будет давать невидимость, может быть, они будут работать, потому что тогда она будет тратить сканы на минки. Но сейчас в текущем балансе лучше этого не делать, да, потому что это не очень эффективно. Здесь в итоге, получается, было убито 5 минок, но суть в том, что это не очень круто. Да, то есть не 5 минок, а 5 рабочих. Минки, по сути, стоят все равно намного дороже. А, здесь у нас даже нет, здесь у нас пошла планетарка. Ну, это как бы логично, да, учитывая, что база удаленная, но с другой стороны, по рабам, видите, ситуация какая, да, то есть ресурсы все равно-то ведь не тратятся максимально-оптимально. Ну, и, соответственно, проблемы возникают серьезные. Дальше идут у этого красного терна переход старпорты. Идея в целом хорошая, правильная, но тут есть один важный нюанс. В этом надо переходить. Только тогда, когда у вас уже есть хорошая наземная армия. Потому что сейчас, в этой ситуации, ну, синий терн тоже как бы играет ультрапассивно, но обычно все переходы в воздух надо делать только тогда, вообще за любую расу, не важно, там, вы зерк. Ну, зерк, наверное, исключение смуты, но все равно, если вы переходите, там, в брудов, или, там, если вы протас, если вы терн, вы можете переходить в воздух только когда у вас уже есть, там, 160-170 хорошего наземного лимита. С апгрейдами, со всеми, да, с щитами, например, теми же. И так далее. То есть, если вы идете в это слишком рано, это будет неэффективно. Ну, и еще большая проблема. Если вы играете за тернов, определитесь, вы будете играть за мех терна или за био терна. Одновременно смешивать мех и био очень невыгодно, потому что, как правило, у вас будут апгрейды хуже, вот, и ваша армия будет разваливаться тоже от одного однобокого лимита вашего оппонента. То есть, добавлять один завод нормально, но вот такие вот переходы в мех, это, как правило, плохая идея. Намного лучше оставаться на био, дропать, харасить, там, размениваться мариками и, вот, играть уже от такого стиля. Идея с минками в целом, конечно, неинтересная, я бы сказал бы, очень даже неплохая, но тут тоже такая проблема, что минки занимают довольно много лимита, и ваш оппонент может просто пойти по другой траектории. Ну, ладно, это я еще понимаю. В какой-то степени это интересно. И, в общем-то, так часто делают именно против зергов. Поэтому почему бы нет? Ну, насчет здесь CC. CC лучше строить, конечно, не на локации, потому что если вы... Точнее, да, не на локации, особенно на такой удаленной. Вы можете просто перелететь обычно таким CC, и это намного лучше. Заодно сделаете орбитал, и скинете одного мула, и все будет супер. Вот, но здесь огромная проблема с позиционкой, то есть непонятно, зачем везти с собой танки. Это немного странно. Ну, в общем-то, красный терминт вот делает хорошую работу. Собственно, видите, вот то, о чем я говорил, почему лучше не свечиться в технологии, такие вот, если вы играете в био, потом идти в мех. Потому что если бы красный терминт просто играл в био, у него бы сейчас были 3-3 апгрейды на морпехов, и он бы просто очень легко развалил бы тут уже всю эту базу, всю экономику. Массовый переход в воздух. Идея интересная, но все это можно, на самом деле, было достроить с одного старпорта, если просто уделить внимание макромеханики своей, да, то есть лучше дозаказываться, грубо говоря. Интересная антидроп идея. В целом, достаточно неплохо сработана. В синий терминт видно, что играет немного как бы медленнее, вот, но он играет достаточно так макро-макро-вариант, потому что с этими прокси совсем таким интересным. Так, ну и теперь пошел пуш. Ну, собственно, я уже многое сказал про то, что вот эти технологические переходы, они бесполезны, потому что они лишают вашу армию эффективности, да, то есть здесь вот, ну, хорошо заметно, что здесь просто у синего терна даже банально нету как бы достаточного количества медваков. Ну, а такие сражения, это просто, естественно, слив денег, потому что, ребят, ну, без танков, без сплэша, без нормального фланга подниматься на хайграунд, это всегда очень... очень хорошо добавлять либераторов с другой стороны в ТВТ, потому что они позволяют эти танки выкуривать с позиций и делают это достаточно спокойно. Здесь у нас продолжают строиться био. Ну, честно, я, конечно, понимаю как бы замысел, да, изначально создать такую боевую машину серьезную, но на самом деле, я уже сказал, в Старкрафте, в отличие от других стратегий, здесь нет такого деления как бы на пехоту и на технику. На самом деле, здесь, как правило, пехота обычно справляется лучше, чем техника. Ну, по крайней мере, техника требует некоторый элемент экстра контроля и позиционирования. Да, вот с пехотой можно вот так вот врываться и размениваться более-менее неплохо. Но проблема здесь в том, что грейды уже очень сильно слабые. То есть, обычно вот и у синего терна, и у красного терна самая большая проблема это то, что очень много надо поработать над апгрейдами. Потому что очень поздние тайминги и, собственно, начальная стадия, начальная стадия у терна сейчас в мете рейвены, которые позволяют спокойно использовать слабости танков, да, то есть, просто их отключать. Ну, кстати, идея с минками в итоге, получается, сработала в какой-то степени, да, но я думаю, тогда логичнее минки располагать по две штуки, возможно, да, чтобы быстрее фокусить минваки. В ТВТ очень сильно решает позиционка, поэтому, мне кажется, самое главное, у нас, почему надо научиться в ТВТ, это просто уметь хорошо дропать и уметь очень хорошо раскладывать танки, да, при любых пушах. То есть, допустим, вот этот красный терн мог бы спокойно разложиться вот здесь и уже потом начать дропать чем-нибудь еще на мейн, то есть, и все было бы супер. Но вместо этого он зачем-то идет, пытается дать файт вот на этом месте, получается неудачно. Ну и, соответственно, я уже говорил, либераторы должны были идти намного раньше, потому что здесь массы викинги уже не настолько актуальны. Очень грамотно делать красным то, что он не дает занимать новые базы, это правильно. Ну, в свою очередь, он тоже как бы добавил продакшн и в целом пошел вот такой вот формат. Ну, в Торы вообще вещь бесполезная фактически в ТВТ. Единственный смысл Торов это против либераторов, но пока нет либераторов и врага, их можно не добавлять. Ну и тем более, если викингов много, либераторы, это, конечно, всегда, пожалуйста, они суперэффективные. Да, вот здесь они наконец-таки появляются, заставляют сложиться сразу практически. Ну, не все там пару групп танков заставили, да, остальные, видимо, решили, что лучше умереть под огнем либераторов, чем бежать, да. Лучше погибнуть за императора, чем жить без императора, поэтому тут-то все понятно. На самом деле, конечно, из либераторов лучше сразу выходить, потому что это будет очень выгодный размен, потому что, ну, террин другой может просто не нападать на в такой ситуации, и вы потеряете все танки, поэтому в этом плане решение не самое верное. Красный серон в плане макро делает все замечательно, но ему не хватает вот именно активности на карте, не хватает дропов, не хватает попыток как-то захарасить иппонента, ну, и, собственно, про вот эти вот лимиты страны я уже очень много сказал. Понимаете, это обычно некорректно, да, потому что у вас просто будут распыляться деньги. Самая достаточно интересная макроигра, редко, наверное, в таких лигах видишь полноценные большие такие макроигры, вот здесь, вот смотрите, давайте проговорим про идеальный лимит, надо полностью исключить торов, да, там можно оставить одного тора для либератора, а здесь надо полностью исключить халбата, потому что они никакой пользы не имеют, и добавить медваков, потому что медваков катастрофически не хватает, там штук 8 надо хотя бы иметь, там 6-8. То же самое касается этой армии, ну и собственно вот это вот отступление, обычно, ребят, если вас уже начали бейстрейдить, если вы видите вот армию оппонента здесь, а вы находитесь вот здесь, вы не успеете, ну то есть почти всегда это намного менее выгодно, чем самому пойти в атаку, ну то есть за исключением только тех случаев, когда у вашего оппонента там дома остались все танки, а здесь только био, вот соответственно, да, в подобной ситуации лучше было немного потерпеть, подождать, дома отбиться на дотекание и самому при этом пойти в очень большую, хорошую, качественную атаку. Здесь идет такой довольно уверенный размен. Получается, очень даже ничего за счет использования либераторов, викингов, наверное, садить не надо было, потому что либераторы бы все это дело и так сделали, можно было просто закрыться на мейне и заказаться с мейна, ничего страшного не случилось, то есть на самом деле в ситуации, когда вы играете лейтгейм макро, намного важнее просто давать хорошее сражение, то есть просто выигрывать файты, а не спешить с армией, не сливать армию. И здесь самая большая ошибка, то что теран очень долгое время красный, он не заказывается, то есть он очень долгое время ждет, потому что очень много микрит сражений и как бы в этот момент он должен делать до заказа, он этого не делает. Из-за этого получается, что его армии просто меньше, у него соответственно дотекания нет и отбиваться ему приходится очень туго. Проблема синего терана самая главная, то что он во-первых не кидает молов совершенно, у него очень сильно копятся деньги, только сейчас мы не полетели, и то что он фактически не восстанавливает экономику, то есть если вы идете в какую-то атаку и она вот прям такая алыновая, вы должны брать с собой тогда все, то есть всех юнитов, может даже брать ксм в атаку и так далее. Ну и собственно его лимит просто как бы тоже очень-очень неоптимальный, то есть это какая-то странная смесь биомеха у обоих игроков, но, ребята, я даже говорю, это не работает. То есть хелбаты, я понимаю еще как бы тор, я понимаю там танки в больших количествах, но гелионы это совершенно ненужный лимит, поверьте, то есть это, они хороши как бы при некоторых раскладах, но как правило только если вы играете в полную механизацию, вам нужно просто чем-то танковать, пока ваши танки стреляют, да, если опять-таки у вас есть био, у вас эту роль прекрасно выполняют моропехи. Интересный на самом деле конечно свеч, на про-уровне такого не происходит, потому что это дико невыгодно по деньгам, но здесь может быть в этом какой-то смысл и имеется. Синий террор на самом деле очень много проигрывает сейчас из-за того, что он делает кучу планетарок, да, вот уже не второй раз он и делает. Ребят, каждый раз, когда вкладывается в какую-то оборону, эта оборона должна быть очень обоснованной, то есть если здесь еще была какая-то, ну, был какой-то смысл, да, потому что это прокси-база была, то делать планетарку на третьей базе, когда твоя армия может в принципе копиться здесь, когда здесь можно разложить один танк, это, ребят, неправильно. Ну и собственно, как и терять командный центр, вот так. Ну и здесь опять же, да, вот проблема лимита танков мало, есть зато бесполезные торы, торы, естественно, они просто рассыпаются от мародеров, от морпехов, ну, к счастью, как бы для красного серна его здесь банально больше, а у синего серна лимита намного меньше. То есть этим двум ребятам надо поработать конкретно над биллордером и поработать над составом армии, состав армии просто ужасный, на такое, значит, такое нельзя смотреть, не показывайте никому, вот, и постарайтесь такое тоже играть по минимуму, потому что состав армии неправильный. Ну а теперь давайте посмотрим игры тех, кто сдает на капремонт канала нашей школы Старкрафта, поэтому давайте начнем Валера против Мава, где этот реплей прислал зерк, поэтому наконец-то я посмотрю на своих сородичей, до этого мы увидели проксихату, на этот раз посмотрим, что будет. Давайте промотаем старт, здесь, как правило, ничего особо интересного не происходит, а запас шуток у меня кончился, поэтому давайте просто используем технологические возможности игры. стандартный билдордордер, пока все более-менее правильно. Терна тоже, а, терна открывается первую факту, агрессивный опенинг, люблю такое дело, но, как правило, они все равно хуже, чем обычный стандарт. Зерку в такой ситуации надо обязательно полететь и посмотреть, что в стенке, то есть увидеть, есть ли вообще там барак, да, потому что зерк не скаутит на проксе, соответственно проксе можете в любой момент застать, раз плохо. Ну и вторым овером надо подлететь и посмотреть вот этот кусок, то есть первый овер у нас смотрит вот этот кусочек, второй овер смотрит кусочек здесь, и нам должно быть понятно, что там есть. Очень плохо в такой ситуации, вот то, что делает Валера здесь, то есть он просто делает собак, то есть он превращается в кинолога в какой-то момент, начинает их дрессировать, вот, но это естественно неправильно, потому что, ну я не знаю, то есть собаки, они не могут забраться в двигатель Баттлкруизера или в двигатель Викинга, вот, соответственно, прежде всего надо сделать разведку, то есть прежде чем что-то делать, надо сначала посмотреть, что надо делать, да, вы же, должна быть какая-то хронология действий, какая-то логика, то есть здесь, очевидно, уже по этой разведке видно, что Терран делает какой-то воздух, ну, скорее всего, да, потому что два Старпорта, соответственно, собаки, они здесь не нужны, абсолютно не нужны, потому что, значит, викинги, они сами по себе против собак неэффективны, можно там заказать парочку собак, когда будет необходимость такая серьезная, когда там викинги прилетят хотя бы полкарты, и можно спокойно делать, опять-таки, дронов, 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 и опять-таки, тоже технологии, зергам не нужен лейер, пока у зергов меньше 45 рабов, вот поверьте, практически не бывает таких ситуаций, когда лейер вам нужен, я имею в виду в стандартной макроигре, да, вот если вы играете в три базы, вам не нужен лейер, пока у вас хотя бы нету 45 рабов, потому что вы просто с лейером, вы ничего не построите, ибо у вас не будет денег, вот, ну, и то же самое касается дальнейших построек, то есть у вас каждый юнит, он должен иметь какую-то роль в игре, он должен иметь свою цель и свою задачу, классный паровозик, кстати, из оверлордов, Томас, да, так вот, соответственно, собаки, они могут харасить, они могут делать разведку, да, какую-то, они стоят дешево, и они эффективны против викингов, там, против всяких дропов морпехов на ранней стадии, они также контрят гелионов, рачи в этой ситуации, они не делают ничего, то есть они медленные, они толстые, они стоят много газа, и они не будут вам никакой пользы приносить, в принципе, вот, в таких ситуациях лучше и обязательно как бы надо всегда продолжать разведку, потому что, ну вот, на самом деле, Террадмах пойти спокойно в батлкрузеров, да, с одной базы, это тоже популярная тема в лигах, до, где-то мастер, там, в алмазе, да, даже сейчас такое делают, ну, может, не часто, но в таком году. Соответственно, такой способ хараса, он неэффективный, обычно, да, потому что собаки спокойно могут распрылиться на две базы, и викинги никогда не сядут, дронов надо в такой ситуации, естественно, отводить. У Зерга главная ошибка, это очень большая пассивность, очень большая, как бы, вот, как бы, ребят, уже много раз говорил про это, всегда у нас идет порядок действий экономика, потом технологии, потом армия, вот, или там, если нам не нужно переходить к технологии, то у нас идет экономика, и потом идет сразу армия, да, поэтому, здесь действия Зерга, они, как бы, совершенно неверны, то есть, вот, прямо полностью нарушена хронология, которая должна соблюдаться. Ну, со стороны Терна, опять же, вечная проблема всех стратегий, в Старкрафте, микроконтроль, он не играет важную роль, ну, настолько важную, обычно в Старкрафте намного важнее ваше макро, то есть, если вы заказываете юнитов, если вы развиваете базу, и так далее, потому что в Старкрафте, к сожалению, как в реальной жизни, или, точнее, как у марксистской литературы, личность ничего не значит отдельное, да, для истории, важен лишь народ, рабочий класс, вот, соответственно, чем больше вы делаете рабочих, чем больше вы делаете юнитов, дронов, там, собак, неважно, тем больше шансов, что вы просто задаете вашего оппонента числом, если же вы делаете, если вы в микрете, там, тремя викингами, да, вы можете лучше разменяться, но, скорее всего, у вас будет просто большой швейцарский банк, у вас будет первое место в мире по запасам газа, и при этом вы как-то ничего с этим не сделаете, да, а ваш оппонент, если он уделяет внимание нужным аспектам, уже выйдет в нормальный большой лимит, потратит деньги, и соберет армию в три раза больше вашего, то есть, вы так и останетесь на стадии раскулачивания в своей экономике, надеюсь, уже будет полная индустриализация, да, то есть, ну и, соответственно, какая дальше проблема у зерга, проблема в том, что, опять же, рабов нет, то есть, вроде как три базы, но при этом нет перехода в макро, ну и абсолютно неправильный ответ на викингов, викинги, ну, можно даже посмотреть по справке, да, хотя справка вряд ли нам скажет что-то толковое, потому что нас здесь атакуют с земли, да, викинги плохие против, это неправильно, не читайте, полный бред, значит, викинги, они, естественно, слабые против королев, потому что королева дешевая, и также против собак, то есть, понимаете, викинги, они, как бы, конечно, прекрасный юнит в воздухе, но на земле викинг это простая дешевка, и любую дешевку может переиграть другая зерговская дешевка, это, конечно, не совсем корректно в реалиях отсылок, да, но, тем не менее, мы не стараемся контрить юнитов максимально дешевым способом, то есть, мы стараемся сэкономить на ингредиентах нашей победы, то есть, нам надо построить собак, королев и от этого отбиться, вот, на этом игра заканчивается, кстати, на самом деле не очень непонятно почему, потому что возможность размакриться еще тут была, потому что, ну, вроде как есть банк, ну, собственно, как я уже сказал, здесь очень большая проблема именно в порядке действий, и, собственно, в реакции на то, что происходит у оппонента, ну, давайте еще одно реплей посмотрим, писал ее нам антипикап, антипикап у нас обычно любит фотонки, поэтому, мне кажется, я знаю, что тут ожидать, ну, это, кстати, пвз, что очень интересно, пвз я люблю, поэтому давайте смотреть, на зене, дзен, вообще карта не очень хорошая для зергов, ну, и для процов она тоже не самая шикарная, так, ага, очень интересная переписка, так, а, здесь начинаются классические фотонки, да, я довольно быстро все это промотал, угу, ну, давайте с самого старта, как всегда, я немножко прозевал тут эти фотонки, уже привык, что старт у нас обычный, ну, смотрите, во-первых, фотон на рампе, это всегда затея слабая, потому что фотонка здесь, вложение очень дорогое, да, по факту, а пользы мало, потому что эти фотонки, они, ну, то есть они, естественно, как-то главной базе урона не нанесут, а зерг может просто пойти в реважеров, и правильная реакция зерга здесь даже в реважеров не идти, а просто поставить пул и сделать там ряд санок, ну, и можно в реважеров, то есть здесь уже на усмотрение зерга, вот так вот срывать рабочих до постановки пула, это неправильно, и, как правило, это тоже невыгодно, просто потому что, ну, вы воюете с пилонами, да, то есть вы в какой-то момент превращаетесь просто в рабочих стриптизеров, вам здесь какого-то смысла кататься на этих зданиях просто нет, то есть протас, скорее всего, начнет фотон снизу, а вы же потеряете кучу времени, и особенно если протас умеет грамотно фотонить, да, вот как здесь, фотонка в пилонах, и, соответственно, она достроится, вы теряете очень много дохода, то есть есть смысл сводить рабочих только если фотонка стоит плохо, там, допустим, она стоит вот тут одна, ну, допустим, здесь вот пилон, а здесь две фотонки, то есть их можно окружить, ну, либо же если, значит, вы это заметили очень рано, и при этом протас не успел закрыться, то есть вот сейчас уже ни в коем случае нельзя размениваться, это уже безумно невыгодно, и обычно в такой ситуации можно очень-очень сильно проиграть, да, то есть зерк уже потерял огромное количество рабочих, у зерга нету газа, что как бы важно для зерга на самом деле, то есть понятное дело, что это не самое ключевое здесь, потому что у протаса тоже базы нет, но опять же, если бы протас это заметил, я тоже не уверен, что он тут, конечно, это видел, но учитывая, сколько на самом деле рабов пулил зерк, можно было понять, что газа нет, а если нет газа, можно на халяву поставить, даже нексус было бы здесь, да, и потом уже перейти в макро, но тем не менее протас потерял пробок, решил отойти, ну, я уже говорил, фотон здесь бесполезный, да, потому что он не хату не достает нормально, да, с одной стороны, он при этом еще и мейн никак не трогает, то есть здесь поставь руч ворон, зерк отбился, пришел, увидел, забайлил, и гг, то есть в итоге зерк так и решает поступить, абсолютно правильно, но уже поздновато на самом деле, надо бы это делать сразу, сделал бы сразу, игра была бы уже окончена, вот протас сидит на одной базе, тоже какая еще ошибка зерга, зерк идет тут выбивать эти фотонки, ну, наверное, их надо выбить, да, здесь, потому что хотя бы они мешают добывать, вот, но это, конечно, дорогой способ отбития, ну, окей, ладно, допустим, надо бы просто сразу идти в ревчер, я уже сказал, протас это дело выбивает, так, ну, здесь все понятно, здесь пока все понятно, он все правильно делает, выбил, значит, нашего протасека, антипикапа, соответственно, если у протаса нет базы, надо первым делом чекнуть прокси, потому что это очень популярная тема, но для протаса это вариант игры плохой, потому что, ну, вайдрей, вайдрей, к сожалению, проигрывает королевам, то есть, и, естественно, не стоит делать вот такую огромную линию обороны, потому что просто, то есть, если изначально протас как-то еще лидировал по экономике, но поскольку теперь он остался на одной базе, все эти его вложения, они бесполезны, зерка же главная ошибка, это то, что он пытается чизить игрока, который сам собирается его чизить, да, не нужно чизить чизера, не опускайтесь до его уровня, то есть, всегда играйте от обороны, в таком случае, вы будете всегда в преимуществе, потому что у вас будут две базы, у вас будет лучшая экономика, больше армия, а вашему оппоненту еще придется на вас нападать, нападать туда, где у вас постоянное дотекание и оборона. Ну, собственно, вторая большая ошибка зерга, это то, что он просто не залетел до конца, и не посмотрел, что там из старгейта, можно было это сделать, пожертвовать овером, посмотреть, что там в Айдреи конкретно, или что-то другое, и все, то есть, и на этом зергу нужно просто сидеть на двух базах, строить пробок, дронов, и отбиваться королевами, то есть, ну, зерк, я так понимаю, так, он увидел в Айдреев, это хорошо, дальше, да, дальше главное просто, просто на королевах отбиваться, проблема в том, что здесь их зерк не держал вместе, тоже очень грубая ошибка, в такой ситуации королев нужно держать всегда вместе, вот, потому что, ну, и рейджеров тоже подводить, потому что они делают хорошие баи, ну, и как только он увидел, собственно, сам по себе факт наличия Айдреев, надо было поставить сразу хотя бы одну спорку, на самом деле, очень глупое поражение для зерга, потому что, по факту, здесь протасу делать было нечего, ну, то есть, для протаса это ГГ, потому что, ну, ребята, что, что сделает протас в теории, да, то есть, да, здесь не повезло, здесь зерк тупо ошибся, на самом деле, что может сделать в этой ситуации протас, ну, то есть, он пролетает тремя грелками, здесь четыре королевы, протас проиграл, потому что у зерга две базы, у зерга экономика лучше, что протас делать, выходить в вторую базу с огромным отставанием, ну, такое, да, то есть, я уже как-то в одном из гайдов рассказывал про это, да, по-моему, как раз таки там, где я играл в алмазе за зергов для теста, вот, собственно, это плохой вариант и фотона, не очень оптимальный, и, собственно, плохой вариант дальше флопа, да, потому что, по сути, если вас протаса скаутил, протас, протас, зерк, если он со скаутил, он просто будет делать только рабочих и только королев, то есть, соответственно, ну, как бы никак ваш старгейт вам тут не поможет, вот, примерно как-то так у нас на сегодня, получается, у нас было такие три чиз-игры коротенькие, достаточно все было просто, вот, и эти репки я тоже, естественно, должен удалить, чтобы не путаться, у нас осталось еще очень много реплеев, прям вот огромное количество, мы сейчас смотрим вот эту, девятнадцатую, я думаю, возможно, возможно, на следующий раз мы сделаем блиц, да, то есть, мы попытаемся пройти по большинству репок, по всем уним, да, то есть, по крайней мере, ускорений, и просто посмотреть их, и ответить на все сразу в одном видео, возможно, это будет видео довольно долгое, там, длиной в полтора-два часа, я подберу обязательно сборник анекдотов к нему, чтобы мне было так скучно, да, на самом деле, здесь репки поинтереснее, чем в GML, потому что каждая игра, она нестандартная, то есть, я уже вот смотрю, сколько их, это уже какой выпуск, практически в каждой игре происходит что-то необычное, что я не видел, по крайней мере, на своем уровне очень давно, не всегда, конечно, это необычно, имеет какую-то сильную логику, но, по крайней мере, это интересно смотреть, если вам такой формат понравится, не забудьте написать комментарий, поставить лайк, ну, и на этом мы сегодня заканчиваем, спасибо вам за просмотр, и, конечно же, удачи вам всем на ладере. Субтитры сделал DimaTorzok